В этом году известной сказке датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсона «Стойкий оловянный солдатик» исполняется 185 лет. Впервые она была опубликована в 1838 году и вошла в авторский сборник «Сказки, рассказанные детям». «Стойкий оловянный солдатик» – первая сказка Андерсона, не берущая за основу народный сюжет или лидературную модель. Эта история родилась в те времена, когда самым заветным подарком для любого мальчишки была армия оловянных солдатиков. Всемирно известный классик детской литературы, великий датский сказочник Ганса Кристиан Андерсона тоже был маленьким и играл в солдатики. Потом он вырос и написал о своем старинном оловянном друге и его героических приключениях. Войне с троллем, спасении от неминуемой гибели на дне городского канала и таинственном возвращении домой внутри огромной рыбины. И еще он написал о любви. Ведь когда мы любим, жизнь превращается в сказку, загадочную историю с волшебным концом. Есть несколько версий истории создания сказки «Стойкий оловянный солдатик». Согласно одной из них, маленький мальчик играл на подоконнике в старом Копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много, несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше и сломанный оловянный солдатик. В это время в глубине пустынной улицы показался высокий и очень худой человек в черном. Мама мальчика сказала «Вот идет наш поэт, господин Андерсон, под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь». Мальчик схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсону и тотчас убежал. Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсон понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука, как драгоценный орден. Может быть, именно для этого щедрого детского сердца написал Андерсон свою сказку. Но есть и другая версия. Андерсон посвятил эту сказку своему отцу, которого также звали Ганс. Чтобы спасти семью от нищеты, бедный сапожник записался в солдаты. После военных походов вернулся домой больным и вскоре умер. Сын восхищался отцом, его любовью к семье, силой и мужеством. Так родилась идея создания замечательной сказки о несгибаемом, мужественном герое. Сказка «Оловянный солдатик» рассказывает прежде всего о том, что стойкость порой творит чудеса. Если есть способность переносить все невзгоды и лишения, то обязательно вернешься к тем, кого хочешь видеть. Памятник стойкому оловянному солдатику поставлен в Оденсе, в Дании, на родине великого сказочника. Герой сказки Андерсона обладает богатырским ростом – более трех метров. В 2008 году была выпущена серебряная монета номиналом 2 доллара «Стойкий оловянный солдатик». На аверсе монеты изображен портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II. Сказку Андерсона «Стойкий оловянный солдатик» экранизировали и в России, и за рубежом. Самой лучшей работой является советский мультипликационный фильм, который вышел в 1976 году. В русском языке благодаря Андерсону появилась новая метафора – «Стойкий оловянный солдатик», ставший символом мужества и упорства. Субтитры создавал DimaTorzok